Всем привет! Есть одно сакральное место в горах, где протекает река Шумак, которая исполняет заветные желания. Оно очень сильное по своей энергетике и считается святым. По легендам, именно там обитает Дух Хранитель Земли. В основном в эти места ходят просить деток, но можно завязывать ленточки на другие сопутствующие мечты. Хотите верьте, хотите нет, но наше желание, загаданное здесь в июле 2022 года, сбылось ровно через год. Съемки были сделаны давно, но выложить ролик с этим местом было решено при исполнении. И в этом видео мы покажем путь к этому замечательному месту. Сегодня у нас поход одного дня на Столбы. Святое место. Нужно со стороны турбазы опять переходить на ту сторону и идти как бы в сторону Аршана. Все, пошли. Вот такая сегодня немного мрачноватая погода. Переходим на ту сторону. Вместе. По этой стороне проходим все зимухи. Крест православный проходим. И туда дальше, вглубь леса уходим. Вдоль реки идти, идти, не потеряемся. Выходим на Столбы. Там еще мосты, броды по пути будут. Такие мини. Погода пасмурная, но иногда выходит солнышко. Иногда. Сразу теплее становится, но ненадолго. А так холодно, как будто снег пойдет. Где-нибудь на перевале сегодня. Уходим в лесочек. Здесь будем пересекать Черный каньон, который ведет на Три Капитана. И потом ходим прямо вдоль Шумака. Здесь достаточно популярная тропа. Всех туристов в турбазу водят по ней. Как входит в их тур бесплатная экскурсия до святых мест. Вот этот каньон, который ведет на пик Три Капитана. Вот там вот он. До самого верха идет тропа. Потом перевальчик. И чуть левее уходить будет пик. Часа два-три отсюда до пика идти. Максимум. Ну, мы идем прямо. Вот это от свородной Капитана? Да, вот здесь вот надо идти по тропе. Внутри Капитана. А там дальше уже в каньон она выходит, эта тропа. Вся дорога достаточно простая. Немножко бывает вниз-вверх незначительно. Поэтому прогуляться, я думаю, стоит, если здесь бываете. Тропы маленько раздваиваются. Нужно выбирать удобное для себя. Чтобы не погрязни идти. Это вот здесь тоже болотистые места встречаются. Так, идем. По левую руку у нас Шумак. Река. По правую руку у нас горы. И прямо горы. По этой дороге еще ходят, получается, варшан. Тут значительно больше километраж, чем в Даниловке. Тут они также проходят столбы. И дальше идут вдоль Шумака. Потом вдоль Китоя. Там еще какие-то реки. Много бродов. Сложный путь. Растет тоже много курильского чая. Много ревня. Ревень постоянно растет вдоль ручьев. Где более повышенная влажность. Светет цветочками. Местница. Здесь природа очень гармоничная. Никаких сорняков. Только полезные травы, деревья. Запах потрясающий. Аромат настоящего леса. Волшебные места. Я думаю, если вы их посетите, то не останетесь равнодушными. Нашли немного лука. Собираем на ужин. Тропа популярная. Солочи подсобрали. Надо приглядываться, искать. У нас. Опа. Это. ну вот лука насобирали на пару дней пока еще на шумаке будем сегодня завтра просто завтра уже пойдем домой надо будет ревни насобирать немножко потому что на шумаке нельзя подальше уходить там собирать и еще листья смородины хотели какие-то листики на чай все другие посмотрим что по дороге попадется тропа так иногда вот такая бывает в принципе все легко ступеньками мы уже прошли порядка трех километров переправа эта тропа идет на водопад перевальный сейчас мы будем переходить по камешкам эту речку так выходишь как обзорная площадка красота река шумак бежит там ручей у нас какой-то переправа сейчас будет опять посмотрим а здесь мост катюша бурная речка поэтому сделан мост в 2013 году туристическая база шумак вот и перешли Мы здесь решили оставить свой логотип. Загородить ржавые прутья, добавить яркости. Маленько задержались на этом мосту, пофотались. Здесь такие горы в облаках красивые. И сам мост Катюша с такими водосливами. Вот как он мощно стекает, этот ручей сумак. Идём дальше. Смаленько вот вправо уходит тропа и по краю есть. Пойдём по краю, наверное. Ладно, виду лучше тут. Жимолость растёт. Опа. Какой бирюзовый шумак. Даже в пасмурную погоду. А дерево вон как повисло, не удержалось в краю расти. Брусники в этих краях, видимо-невидимо. А ещё такая зелёненькая. Я думаю, в конце августа будет очень много. У нас фотографы впереди идут. Голубые ели растут. А тут вот тоже вот этот мох поражает. Кстати, вот этот мох тоже, говорят, какой-то полезный. Ну, не знаю, как поражают деревья сильно. Как на Хамар-да-бани. Вон, все как будто поеденные. Вот это, я понимаю, жимолость. Вкусная ягода, полезная. Нормализует давление. Что особенно актуально в горах. Вкусная. Кисленькая, не сильно горькая. Нормальная. Там, кажется, смородина есть. Нет, тут тоже шиповник, шиповник. Много шиповника. О, смородина. Вот где ты спряталась. Господи, здесь какой-то мох проваливается. Или даже ягодка. Уже почти черная. Ну-ка. Маленько. Собираем. Иван-чая. Он тоже полезный, правда. Когда его делаешь, ферментируешь, сушишь, он цветочным ароматом обладает. А сейчас просто полезный. Вот здесь какая-то обзорка. О, какая вода. Красота. Тут дерево ободранное. Ободранное. Ну? Вот здесь будем на обратном пути собирать жимолость. Мяточка такая. Дерево с ободранной корой. Мяточка такая. Что-то такое. Попробуем. Да. Простите. Обычный иван-чай большой, цветёт почти. Тут тропа пошла в Фе Проспект. Прямая, натоптанная. Вот наши грибы. Пока немного, я думаю, насобираем. На обратном пути будем вглубь леса заходить. И посмотрим что-нибудь. Тут тоже есть метки. Вот, кто-то меточку оставил красную. Тут у нас прям откровенное болото по пути встречается. Убираешь путь, где послушай. Вдоль ручья, потому что немножко заболочено. Мы отдалились от шумака и пошли вдоль ручья. Солнышко немножко выглядывает. Опять мы приближаемся ближе к реке. Немножечко вон просветы в небе появляются. Это радует. Сегодня пасмурно стоит весь день практически. Хочется солнышка. Какая красота. Какая ты милая. В основном, когда начинаются дожди. А вот есть начало природного парка Шумак получается. Табличка информационная. Когда идут люди с Аршана, они здесь попадают в зону Шумак. А впереди турик стоит. Говорит нам о том, что мы идем в правильном направлении. Мы подошли к месту, где много-много туриков. Тут очень много. Они озарились солнышком. Ух ты! Красота какая! Ох, какой белый. Ну вот. Кто его поставил? Он еще стоит. Если вы видите это видео. Вот здесь спустились на русло реки. После этого места с множеством туриков. Пирамидок, башенок. Кто как их называет. Вообще, это тур называется. Вроде как. Мы так привыкли. Так, ну там дальше не понятно. Входим на тропу опять. Такой релакс камень. Продолжение следует! Джиндж Moore. Да! Субтитры делал DimaTorzok С этого места уже видно столбы, там вот они, слева за деревьями. Сейчас мы по тропе пройдем к лесу и выйдем прямо к ним. Ну, они будут на другом берегу, правда, хватит все лучше и лучше видно становится. Вон они, красавчики. Необычные образования, такие выветрены ветрами, дождями. Получились по типу столбов. Несколько их там стоят. Говорят, в этом месте можно увидеть будущее, если посидеть, помолчать, помедитировать. Здесь даже вода, шумака бирюзовая, сильно становится красивой. А вот они столбы. Называются они Хукейн Хада. Ну вот мы и подходим к святым местам. И вот здесь находится место подношения. Столбы знамениты тем, что сюда приходят просить деток. и потом возвращаются и благодарят разными подношениями, монетками, колечками, деньгами, машинками. Вот даже Хаги-Ваги есть. Такие малыши. Кто хочет? Детей просят. Я думаю, другие желания местные духи тоже исполнят, если оно искреннее и от души. Вот такая атмосфера тут. В прошлом году здесь ничего практически не было, потому что поснувало после зимы. Сейчас очень много. Вот это вот наши ленточки прошлогодние. А здесь вот даже фото приносят. Детишек, которые появились на свет. Вот так вот. Здесь разные обряды проводят. Ну вот здесь вот, Clean Tower. Ну вот тут. Основных благодарностей и тут. Не знаю. Зачем-то вот сигареты оставляют. Ребятя, динески, гуси. И то, что может. Ой, и там даже какие-то кости, челюсти, обряды, видимо, саманские проводят. Ну и вот здесь вот все. Ну и сами столбы находятся на том берегу. Тут у нас рыбаки. Их ловят. Тут имеется информационный стенд об этом месте. Вот тут вот написано, что вы находитесь в местности Ху-Хэйн-Хада, в шести километрах от Шумакских минеральных источников. Это священное место наших предков, где обитает дух-хранитель этой земли. Здесь особым образом сочетаются материя и энергия. Многие поколения предков, почитая это место, оставили здесь свою положительную энергию, мысли и чувств. Найдите гармонию с собой и отдайте дань уважения земле и духовному миру предков. Не оставляйте дурные помыслы, грязь и мусор в этом месте. Понимайте мир как единое целое, где все взаимосвязано и поддерживайте друг друга. И пусть ваш жизненный путь будет чистым и красивым, как эти святые места. Хорошие слова написаны на этом стенде. Здесь вот тоже земля, наша мать говорит нам, чтоб мы вели себя достойно. Повсюду в избытке знаки того, что возможности природы имеют пределы. Давайте работать вместе, чтобы сохранить и сберечь нашу планету. Давай, лама. Ритуал загадывания желания привязывания ленточки. Это Анастасия Васильевна Юдина. Наша ленточка самая крайняя теперь. Здесь такого цвета нет. Будут еще розовенькие. Долго несли, через много перевалов. А эти фотоснимки в хорошую погоду были сделаны на год ранее, в 2021 году. И тогда мы тоже шли сюда не просто так. И тоже вязали ленты. Все сбылось благодаря этому волшебному месту. Сильнейшей просто энергетикой. Если вы однажды окажетесь на Шумаке, то не поленитесь и сходите к святым местам. Я думаю, каждый найдет здесь свое. Шли мы до этого места два с половиной часа. И все, теперь маленько посидели, отдохнули. Привязали ленточку и пошли обратно на Шумаке. На обратном пути мы набрали жимолости еще на варенье к оладушкам. Тут ее много. Уже поспела. Ну вот мы прошли уже тропу на трех капитанов. Идем обратно. По времени, что туда два с половиной часа, что обратно получилось где-то. Сейчас два десять. Пока дойдем до нашего лагеря, будет два с половиной. Такая прогулка на пять часов, плюс отдых там. Погодка распогодилась к вечеру. Такое голубое небо. Мы уже переходим мост на нашу сторону. Все, приключение этого дня закончено. До скорых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует.